А давно ли вы выкатывали прокачиваемую ББМ-ку 7 уровня FV510 Warrior? Я лично не часто выкатываю, но для видоса покатал на этой ББМ-ке и понял, что блин, а Warrior-то могёт. У меня Warrior вот в таком шикарном облике, довольно уже старый облик, но всё ещё, мне кажется, актуальный. Давайте смотреть, что есть в вооружении у этого Warrior. Но для начала у нас есть 30-ти миллиметровая автопушка. Выбор снарядов довольно хороший, но они настолько бесполезные, что я катаю просто на бронебойках. То есть я тестил в полигоне и БФСы, они не дают никакого практически преимущества. То есть если ты стреляешь в картон, который ты и бронебойками пробиваешь, то в принципе, да, БФСы там на процентов 10 дают больше урона. Но чаще в те места, которые внезапно на бронебойки пробивают, БФСы могут просто не пробивать из-за каких-то экранов, либо ещё чего-то. То есть стабильность их нулевая, да какие-то дополнительные зоны пробития они не дают. Абсолютно бесполезная хрень. Собственно, как и фугасы. То же самое. Никуда ими не пробиваешь. Зачем они вообще нужны с пробоем в 10 мм, я не понимаю. По ПТУРам у нас есть установка одна. Ну, естественно, ставим просто топовые ПТУРы. Вот она как раз-таки закреплена вверху. Что есть интересного в улучшениях? Есть куча ДЗ-шек, про которые я сейчас расскажу. Ну и в принципе, что ещё интересно, десантное отделение. Так особо здесь отметить что-то такого прям особенного. Ну, вот это на самом деле, как бы это, ну, я обычно такие вещи не озвучиваю. Ну, типа, оно и так и есть. Так сказать, в прокачке, если вы полностью его прокачали, оно у вас будет. Ничего сверхъестественного нет. Но реально здесь автопушка очень редко перегревается. Ты просто стреляешь и стреляешь. По командиру стандартный Эрин О'Коннелл. Как обычно, всё по стандарту. Так как это ББМка. Здесь любого ставите другого командира, который подходит на ББМ. Если у вас, ну, смотря какое у вас есть наличие. Ну, классика О'Коннелл по перкам. Ну, здесь на самом деле, здесь нормально, стандартно. А вот у наводчика заряжающего, он и наводчика заряжающий. Поэтому перков полезных много. Здесь и точности автопушки можно добавить. Хотя, в принципе, она нормальная. Можно немножко управляемости ПТУР, кстати, добавить. Что в целом не лишнее. Я даже не знаю, что вот из этого лучше. Потому что ПТУРы здесь специфичные. Опять же, сейчас про них поговорим. Есть десантное отделение. Метка бесполезная. Десант я обычно с собой всё-таки таскаю гранатометчиков. Мне нравится устраивать такие небольшие какие-то засады. Ремки, в принципе, все актуальные. Сколько катал, не загорался. Поэтому, в принципе, я думаю... Хотя, с другой стороны, и экипаж не терял. Поэтому, либо аптечка, либо огнетушитель. Тут уже смотреть вам, наверное. Ну, у меня, по крайней мере, не было ни пожаров. Да и вроде бы экипаж целый. Поэтому стоит масло, чтобы наваливать максимально быстро. И, в целом, этот варьер может. 80 км в максималке, 3.3 разгона. Хоть и бандура выглядит довольно большой, но разгоняется хорошо. Здесь тоже довольно-таки всё классическая оптика. Классическая оптика. Скорострельность. Да, вместо краски скорострельность. Потому что всё-таки варьер я рассматриваю скорее как такую тяжёлую бронированную, боевую бронированную машину. То есть, не только для разведки, но и продавливания всяких направлений. Хотя, в общем-то, здесь и неплохие довольно параметры. Там до 50% соконул получаются незаметности, когда стоите. Ну и обзор в порядке. В принципе, пушка тоже вполне себе комфортная. Ну и да, мы здесь так ББМка. Но мы заглянем в бронирование, так сказать. Посмотрим, насколько эта боевая машина бронированная. И она на самом деле бронированная. Смотрите, фишка в чём. Против ПТУРов обязательно доворачивать бортами. Это странно. Но здесь не бесполезные вот эти короба здоровые. Не бесполезный. Там и экран есть из стали. И плюс ещё ДЗ. Так что ПТУРы мы танкуем под очень хорошими углами. Так, конечно, в лоб будем всё выгребать. А вот против автопушек внезапно мы тоже танкуем. И причём эта тема осталась ещё со старых времён. Здесь есть вот такие пластины, которые не будут пробиваться автопушками. Плюс обязательно доворачивать. Потому что здесь можно доворачивать для автопушек просто под невероятными углами. И оно пробиваться не будет. То есть, всяких автопушечников просто поворачиваемся к ним и танкуем. На самом деле очень забавно, но как есть. В общем, получается такая тяжёлая ББМка. Вот прям такая классическая тяжёлая ББМка. Но при этом у неё нету каких-то слишком просадок по обзору или по незаметности. То есть, она всё ещё неплоха в этих характеристиках. И при этом вооружение меня здесь сейчас, конечно, радует. Кто помнит старого Вариора, понимает, о чём я говорю. Когда там автопушка шесть выстрелов этих пич-пич-пич делала. И толку от этого было очень немного. Теперь же у тебя есть ПТУРЫ. Давайте разбираться с... начнём с ПТУРОВ. Собственно говоря, ПТУРЫ установка одна. Всё такая же кривая. Очень странно вылетает ПТУРЫ. Такое ощущение, как будто сначала немного вверх, потом вниз. Довольно деревянные. Поэтому вблизи ими попасть куда-то прям крайне сложно, куда ты хочешь. Но, в общем-то, с дистанцией они отрабатывают хорошо. И самая, наверное, фишка в том, что урон небольшой, там 600. Но ты стреляешь ими каждые 5 секунд. Каждые 5 секунд. И у тебя есть автопушка. То есть, если ты это всё сможешь быстро комбинировать, автопушка плюс снаряды обычные с автопушки, плюс ПТУРЫ, плюс опять автопушка, плюс ПТУРЫ, автопушка, то есть, постоянно будешь переключаться, то она нарисовывается весьма недурный БТПМ. И при этом, если ты, опять же, ну как я сделал, у меня изначально в базе стояли сразу БФСы и бронебойки. Ну, я просто реально... Раньше, может, они по-другому работали, скорее всего, раз я их таскал. Ну, потому что сейчас, не знаю, вот сейчас, на данный момент, они абсолютно бесполезны. И чтобы лишний раз не забивать себе голову, не заморачиваться, а вот какими сейчас лучше снарядами с автопушки пострелять, ставите тупо бронебойки, они стабильные, они работают всегда. Просто иногда нажимаете на кнопку сменить вооружение на ПТУРЫ и наваливаете с ПТУРОВ. Закинули ПТУР, сразу на автопушку, немного постреляли, опять... Ну, то есть, это, в общем-то, всегда так было. У него всегда, у Вариора, были скорострельные ПТУРЫ, и, в общем-то, это осталось. Но теперь, правда, автопушка, на которой можно очень долго зажимать. То есть, я, по-моему... Мне кажется, я ни разу не перегревался на этой автопушке. Ну, и сейчас, естественно, я попадаю к восьмеркам и попадаю к кому? Правильно, к гепардам. И я могу вам сказать, Вариор прошел испытание. Была мне тут одна встреча с гепардом, из которой я вышел победителем. Живой. Представляете себе такое? На ББМке-то, да, против гепарда. Да, действительно, это редкость. И Вариор в этом плане порадовал. Это, ну, доказал, что это действительно какая-то тяжелая ББМка. Если бы я еще и в Тураме мог нормально попадать, то вообще было бы круто. А так, конечно, было немножко стрёмно. Но здесь одна автопушка по центру нормально стреляет, куда целишь. Там не надо, как на гепарде, там что-то выцеливать, как-то привыкать к этим пушкам разведенным, которые стреляют в разные стороны. В общем, Вариор с кем не встречается, из такого же класса, чувствует себя уверенно. Все-таки здесь и прочности. 2250 немало, прям скажем, для ББМки выдерживает. Не отваливаешься с пары плюх, как на некоторых ББМках, поэтому даже если где-то подставился, то, в принципе, не проблема. Так что могу сказать, что Вариор, я себе даже отметил, надо на Вариоре отдельный стрим устроить, потому что машина интересная, универсальная и явно еще не устарела, так сказать, все еще актуально. Единственное, ну вот опять же, если, наверное, разработчики как вернутся к перебалансу снарядов БФСных, вот этих зеленых БФСных, и сделают их здесь тоже какими-то более или менее играбельными, то можно будет еще отдельно вернуться, потому что на данный момент вроде бы есть хороший выбор снарядов на автопушке, но все они абсолютно бесполезны, кроме бронебоек. В общем, абсолютно точно могу рекомендовать выкатить Вариора, если он у вас есть в ангаре. Ну а если нет, вполне себе для прокачки как цель годится.